Позвольте коснуться этой актуальной проблемы в аспекте HPV-инфицированности в мире и в Российской Федерации. Конечно, основной акцент здесь для нас онкологические типы вирусового человека, которые хорошо вам известны. Хотя, с другой стороны, вирусы низкого риска тоже проявляются значительными проблемами и вызывают такие заболевания, как анагенитальные кандиломы, и что служит проблематикой для пациенток снижением качества их жизни. Ни для кого не секрет, что вирус пилома человека второй по значимости канцероген и ответственность за 5% случаев рака у в целом и мужчин, у женщин, 10%, если мы будем говорить только о женщинах. И, как уже было сказано в предыдущих докладах, почему-то не переключается тоже у меня. It doesn't switch it on. Где? Окей. Здесь представлены основные 6 онкологических заболеваний, за которые ответственен вирус пилома человека. Это рак шейки матки, в первую очередь, анус, влагалище, половой член заболевания вульвы и ротоглотки. И, к сожалению, да, на первом месте по распространенности среди ВПЧ-ассоциированных заболеваний является рак шейки матки, но в то же время рак вульвы тоже является проблематикой, который тоже ассоциирован с вирусом пилома человека, как представлено на этой демонстрации в качестве клинического. В случае у этой пациентки, довольно-таки молодой, которая, в общем-то, по своим анонистическим данным, особенно не отличалась от общей популяции, сексуальный дебют 21 год, и сразу же инфицирована с вирусами пилома человека и неонкогенными 6-11 и онкогенными, что вызвало, соответственно, канделоматоз вульва через два года, неоднократное лечение по месту жительства и далее персистенция вируса, прогрессирование заболеваний в ВИН с 27 лет и трансформация в рак вульвы. И в 28 лет она обращается к нам в институт онкологии, уже диагностирована рак вульвы, выполнено радикально-хирургическое лечение, вульвоктомия, плоскоклеточный рак вульвы. Кроме того, поскольку здесь вирус ассоциированное заболевание, она сопровождалась еще и проблематикой со стороны шейки матки, дисплазия шейки матки, по поводу чего пациентка тоже была пролечена в 2008 году, фотодинамическая терапия. И в итоге у этой пациентки, слава богу, сложилось все благополучно, далее длительный период ремиссии, она выполнена в свою репродуктивную функцию, заболерода кесаревого сечения в 31 год, далее в 35 лет рецидив, повторное хирургическое лечение с течением рецидива и паховая лимфоденоктомия, заключительный диагноз вот этого ВПЧ-ассоциированного заболевания, рак вульвы, первой стадии, состояние после хирургического лечения, рецидив и в настоящее время ремиссия. Что касается тематики моего выступления, да, распространенность ВПЧ вируса папиллома человека варьирует в различных странах, и она колеблется от 4 до 20-22% по разным странам и континентам. К сожалению, здесь по Российской Федерации достаточно точных сведений о распространенности вируса папиллома человека не существует такого регистра. И здесь мы можем опираться на исследования, где-то популяционные исследования, где-то случай контроль исследований, и каким-то образом их суммировать в результаты метаанализов, поскольку вот, ну может быть и в других странах тоже, государственному статистическому учету сам вирус папиллома человека не подлежит, подлежат только злокачественные образования и подлежат аногенитальные заболевания, которые являются вирус-ассоциированными опухолями. И в этом ключе, на мой взгляд, очень, мне кажется, хорошая работа, вот этот метаанализ, который был выполнен нашим коллегой Светланой Роговской, которая суммировала данные по Российской Федерации и по советским странам, удалось в результате большого анализа публикации, посвященной распространенности вируса папиллома человека среди женского населения в странах как Российской Федерации, так и Белоруссии, и Молдавии, Украины, Армении, Азербайджана, каким-то образом удалось суммировать эти данные. И в результате этой работы, этого метаанализа, была проанализирована публикация из 12 стран и, естественно, анализировалась в основном ВПЧ высокого риска, то есть распространенность среди женщин. И, в общем-то, оказалось, как и предполагалось, данные по ВПЧ-инфицированности варьируют в больших пределах по данным этих исследований. Среди женщин с нормальной цитологической картиной ВПЧ-инфицированность по данным этих исследований варьирует от 0 до 48%, в среднем по Российской Федерации и по странам бывших СНГ составляет где-то в районе 22%. Среди опухолей с ЛАУ с низкой степенью диспластических изменений на шейке матки распространенность вируса папиллома человека колеблется от 30% даже до 100%, в среднем составляя порядка 40%. Среди женщин с высокой степенью интерпетериальных поражений распространенность вируса папиллома человека колеблется от 70% до 100%, в среднем составляя 80%. И вот в это исследование были включены данные, которые опубликовались по различным регионам Российской Федерации, также были включены данные и по Москве, исследователями, в частности, из Ронса-Блохина включены были эти данные, также были включены данные и по Санкт-Петербургу. И в результате вот этого вот большого анализа удалось проанализировать частоту встречаемости того или иного вируса среди женской популяции по Российской Федерации. На первом месте среди общей популяции с нормальной цитологической картиной наиболее часто встречаемый вирус – это 16-й тип вируса папиллома человека оказалось, а на втором месте оказывается 31-й, 33-й тип, вот неожиданно 18-й тип уступает этим вирусам. Среди женщин с тяжелой степенью дисплазии также на первом месте находится вирус папиллома человека, а далее идут вирусы папиллома человека 31-го, 33-го типа, а далее только идет 18-й тип. И, ну, аналогичные цифры среди женщин с инвазивным раком шейки матки. На первом месте 16-й тип, далее 31-й и потом 18-й тип, что, в общем-то, соответствует результатам выполненных работ по Санкт-Петербургу в свое время. Они были выполнены, и инфицированность по популяции Санкт-Петербурга составляет порядка 27-29% вирусам папиллома человека онкогенного типа. Эти данные демонстрируют актуальность распространенности вирусов папиллома человека, но демонстрируют и актуальность отсутствия статистического контроля за этой инфекцией среди женской популяции. Хотя этот вирус ответственен за опухоли шейки матки и исторически, конечно, связывается с сексуальной активностью женщин. И группа высокого риска – это промискуитетная группа, то есть раннее начало половой жизни, большое количество половых партнеров и игнорирование половой гиены. Естественно, это было продемонстрировано и нашими коллегами, что уровень ВПЧ-инфицированности выше среди девочек, у которых сексуальный дебют будет намного раньше, у которых будет чаще смена, большее количество половых партнеров. В отношении сексуальной активности девушек по Российской Федерации тоже мы затруднены предоставлять какие-то цифры. Мы здесь основываемся на каких-то публикациях, в случае контроля исследований. И если, например, результаты проведенной вот этой работы по Санкт-Петербургу, среди 500 учащихся школьниц был выполнен опрос средний возраст, начало половой жизни, то есть это где-то 2011 года, тогда вот сексуальный дебют предполагался, что он приходится на возраст 14-15 лет. Более поздний опрос, уже 2015 год, демонстрирует возраст сексуального дебюта где-то 16-17 лет. И это уже анкетирование среди почти тысячи учащихся медицинских вузов, и здесь демонстрируется вот такая цифра сексуального дебюта. То есть мы затруднены в анализе сексуальной активности, есть ли действительно какой-то промежуете среди российских девушек. Так вот по литературным данным получается, что наоборот, это тенденция к увеличению возраста сексуального. Но по результатам, которые мы можем прочитать, получается, что так. Да, вернулись к хорошему. Но с другой стороны, это анонимное анкетирование, поэтому с другой стороны мы можем ему доверять. С другой стороны, внутри этой же работы было анонимное анкетирование в отношении вакцинации у этих же девушек, и что, в общем-то, приятно оказывается отрицательное негативное отношение к вакцинации не такой же большой процент. В общем-то, большинство девушек, но, правда, это девушки медицинских вузов и училищ, они за вакцинацию как меру профилактики. Здесь, ну, немножко различается по женскому и мужскому полу, но в основном положительное отношение к вакцинации. То есть таких вот категорических противников вакцинации не существует, поскольку, очевидно, преимущество первичной профилактики против вируса пилома человека, которое продемонстрировано, доказано, вакцина защищает, и сейчас доказано, что двукратная вакцинация, возможно, в определенном возрастных рамках, будет защитой от шести основных типов рака, и что, в общем-то, демонстрируется многими исследованиями. По Российской Федерации у нас зарегистрировано две вакцины, бивалентная и квадривалентная, хотя сейчас есть и девятивалентная вакцина, она в Российской Федерации не зарегистрирована. И зарегистрировано для них также регламентировано двукратное введение 0,6 месяцев с хорошей эффективностью. Но доказанная эффективность очевидна для вас, для коллег, что вакцина работает. Великолепная первичная профилактика продемонстрирована странами, где широко используется вакцинация. Это в первую очередь страны Австралии, Новая Зеландия, также подключили Соединенные Штаты. Действительно получили снижение и частоты, ну в первую очередь то, что можно было анализировать по анагенитальным кандиломам, то, что можно было очевидные вещи задокументировать. Но, как уже говорил Алексей Михайлович, здесь очень важен тоже охват вакцинации. Действительно, где хороший охват вакцинации, например, в Австралии, охват вакцинации 80-84, действительно снижение анагенитальных кандилом, против чего боролись этой вакцины, практически 90%. В других странах, Швеции, охват населения только 25%, соответственно, снижение частоты анагенитальных кандилом было ниже и снижение распространенности вируса пилома человека ниже. Здесь представлен охват вакцинации в Европе. Здесь вот это, видимо, связано с проблематикой борцов против вакцинации. Хотя, к сожалению, очевидна эффективность вакцин, продемонстрированная во всем мире. И в первых, вторых фазах исследования и третьих фазах исследования продемонстрирована их эффективность. Во многих странах вакцинация введена в календарь прививок. Как уже говорил Алексей Михайлович, бесплатно предоставляется вакцинация. Но по Российской Федерации у нас не включена первичная профилактика в календарь прививок. Здесь не буду останавливаться на доказанной эффективности первичной профилактики по странам, где широкий охват вакцинации и действительно снижение приближения к нулю распространенности вируса пилома человека и анагенитальных кандилом и, как следствие, прогнозируется снижение заболеваемости рака шейки матки. И по Соединенным Штатам такая же тенденция снижения распространенности вируса пилома человека. И, соответственно, вот в этой мировой карте инфицированность вируса пилома человека, если до 2009-х годов там была инфицированность порядка 20%, то сейчас уже инфицированность там ниже 9%. В разы. Действительно продемонстрирована эффективность. Ну и основная идея, да, результата первичной профилактики сначала снижение анализ, снижение распространенности вируса пилома человека, анагенитальных кандилом, снижение дисплазей и избавление от рака шейки матки. Ну вот, как я уже сказала, к сожалению, по Российской Федерации очень много проблем в введении этой вакцины в календарь прививок. Давид Георгиевич хорошо знаком с этой проблемой и активно участвует в пропаганде первичной профилактики. Алексей Михайлович участвует в этих круглых столах. По Российской Федерации, ну так, чтобы продемонстрировать какие-то возможности, то, что было хотя бы сделано, да, было несколько региональных программ по Российской Федерации, но, к сожалению, вот как сказал Алексей Михайлович, была программа и по Санкт-Петербургу, были вакцины, предоставлялись фирмами бесплатно, но из-за отсутствия информировости среди населения, они даже оказывались невостребованными, к сожалению. Хотя, естественно, была продемонстрирована эффективность и по Российской Федерации, по программе региональной, по Московской области, действительно продемонстрировано снижение распространенности аногенитальными кандиломами среди контингента девочек, которым повезло, и они попали в эту программу вакцинации. Это продемонстрировано и на этом графике снижения распространенности аногенитальных кандилом. Продемонстрирована тоже положительная эффективность вакцинации среди региона Хантабансийского округа, тоже снижение распространенности анагенитальных кандилом. И, конечно же, мы с вами встречаемся, неоднократно говорим о эффективности первичной профилактики, для нас это очевидно, но по факту, к сожалению, сталкиваемся с проблемой в отсутствии возможности где-то, может быть, бюджетных средств, бесплатных вакцинаций, внедрения в широкие массы первичной профилактики среди девочек, подростков, к сожалению, отсутствие информированности среди населения. Да, я продемонстрировала вам цифры молодежи, вроде бы сторонников за вакцинацию, но это все-таки были студенты медицинских вузов, то есть они каким-то образом информированы об этом. А на круг широкие массы, к сожалению, страдают недостатком вот этой вот информированности. И очень важно вот эти вот встречи, круглые столы, чтобы в очередной раз какие-то выработать стратегии, пропаганды первичной профилактики среди населения. И, возможно, каким-то образом обсуждать выработку статистического анализа инфицированности вирусом пилома человека, и, в частности, может быть, создание многоцентрового какого-то реестра по инфицированности вируса пилома человека, который тоже поможет в продвижении идеи первичной профилактики. Спасибо за внимание. Продолжение следует...